Дорожные знаки и разметку Ербалат Турсенбай знает как свои пять пальцев. Молодой человек несколько недель готовится к экзамену на права. Забрит теорию, проходит практику. Но теперь придётся записываться в автошколу. Я готовился сам, взял несколько уроков с инструктором. Но сегодня прочитал новые правила, буду записываться в автошколу. Конечно, не хотелось бы этот трата денег. Раньше же готовились самостоятельно. Без сертификата о прохождении автошколы теперь получить права категории А, Б, А1 и Б1 не получится. Допускать к экзамену без него не будут. Цены на обучение в автошколах разнятся. Месяц в среднем стоит от 35 до 50 тысяч тенге. Преподаватели в автошколах говорят, на ВЭЛО необходимо. Ведь знать правила и применять их на практике – разные вещи. Спрашиваешь, какой из них правильный ответ, они показывают правильный ответ. Но спрашивают, когда почему это правильно, они не могут ответить. Потому что они просто зубрили тесты. В автошколах всё это показываем прямо наглядно. Эксперты говорят, некоторые водители не знают элементарных правил, нарушают их и становятся участниками аварий. Поэтому на ВЭЛО поможет оздоровлению водительской культуры. Главное, говорят эксперты, чтобы за нововведением не последовали открытие липовых автошкол и продажа поддельных сертификатов. Это нужно строго контролировать. Все должно быть, наверное, на стадии ЕГОВ. К примеру, чтобы школа получила разрешение обучать, она должна быть зарегистрирована, эту школу должны проверять и лицензировать, стандартизировать. Новые правила коснулись не только кандидатов в водители, но и водителей. Теперь при регистрации транспортных средств в ЦОНах нужно будет предъявить обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом сделку можно будет заключить только онлайн.